Хотите подарить им свободу? А что они с ней будут делать? Зачем она им? Не думали? Хотите им нового счастья? Они старым дрожат. Протокол невидимого интернета – I2P – это сингулярность приватной коммуникации людей, сочетающая в себе беспрецедентную анонимность, относительную простоту использования конечным пользователям, долгую историю постоянного развития и большой потенциал. Общая механика работы сети описана в первом видео. Если вы его еще не видели, рекомендую ознакомиться с ним прямо сейчас. В этом видео будут разобраны установка, базовая настройка и практическое использование I2P-D, открытого I2P роутера, написанного на языке программирования C++. Практические примеры продемонстрирую на компьютере под управлением Windows, так как это распространенный случай, и на сервере под управлением Debian, что является распространенным случаем для Linux-систем. Для начала откроем I2P-D веб-сайт. По умолчанию, для пользователей Windows предлагается скачать I2P-браузер. По сути дела, портабельную версию Firefox с некоторыми настройками и I2P-роутером в комплекте. Чтобы скачать последнюю версию роутера, перейдем по ссылке «Все загрузки». Это страница релизов в официальном гид-репозитории проекта. Как видим, здесь предлагается огромное количество бинарных пакетов под самые различные операционные системы. Обратите внимание на наличие APK-файла для смартфонов под управлением Android. Так как демонстрируется установка на Windows, скачаем соответствующий экзешник. Ссылку на документацию I2P-D с описанием конфигурации и ручной сборки из исходников можно также найти на странице проекта. Но базовая установка не требует специальных знаний, поэтому сразу переходим к скачанному файлу. Процесс установки стандартный. По умолчанию директория I2P-D с исполняемым файлом ложится в папку Program Files. После запуска I2P-D мы видим иконку роутера в системном трее. Можно открыть графический интерфейс с базовой информацией о работе, но в большинстве случаев удобно использовать веб-интерфейс. Вся динамическая информация и конфигурационные файлы лежат в вабдате, в папке I2P-D. Рабочая директория отображается в веб-консоли на главной странице. При обычной конфигурации интернет-соединения I2P-D уже бы завелся, то есть начал штатную работу. Однако в моем примере у компьютера отсутствует прямой выход в глобальную сеть. Необходимо использовать локальный прокси-сервер. Вместо локального прокси вы можете использовать обычный прокси-сервер из интернета. Например, в параноидальном случае имеет смысл использовать прокси для обращения к ресид-серверам, чтобы домашний провайдер не мог видеть ваш первый запуск I2P-роутера. Я добавлю нужные параметры в начало конфигурационного файла. Прокси для ресида будет использован всего один раз при первом запуске. Ресид-сервер используется для получения начального рисунка сети, то есть первых нескольких роутеров для выхода в сеть I2P. Прокси NTCP-2 будет постоянно использоваться при работе роутера, так как это основной протокол передачи данных – криптоаналог транспортного протокола TCP. Перезапускаем роутер. Как видим, в базе сразу появилось 73 роутера и начали строиться клиентские туннели, те, через которые мы сами будем выходить в сеть. Чтобы сделать I2P-роутер портабельным, то есть организовать всю работу в одной директории, нужно всего лишь положить I2P-D.conf рядом с исполняемым файлом. В настоящем примере это означает перенос конфига из апдаты в программ-файлс. Тогда при запуске и дальнейшей работе роутера вся информация будет собираться в одном месте. Этот принцип конфигурации используется в том числе и в сборке I2P-браузера. Сразу видим, что дата пасс в веб-консоли изменился. Теперь вся информация хранится той же директории, где лежит исполняемый файл I2P-роутера. Для работы браузера в скрытой сети нужно его настроить. В примере используется Waterfox, аналог браузера Firefox без привязки к компании Mozilla. Однако в обоих веб-браузерах настройки выглядят одинаково. Настройки, затем настройки сети. Тут ставим флажок «Ручная настройка прокси». По умолчанию I2P-D предоставляет HTTP-прокси на локальном порту 4.4 и Socks-порт на порту 4.4.4.7. Я укажу HTTP-прокси. На этом основные настройки браузера закончились. Однако для комфортной работы сделаем еще две вещи. Уберем автоматическую подстановку тройной W в начале адреса, а также отключим автоматическое перенаправление на HTTPS, так как этот протокол в сети I2P вовсе не используется. Пробуем открыть стартовую страницу I2P-браузера – i2pd.i2p. Так как это короткий человекочитаемый домен, который по умолчанию неизвестен нашему роутеру, I2P-D прокси сообщил нам ошибку. Адреса нет в адресной книге. Предлагается обратиться к одному из внутрисетевых бесплатных регистраторов. Я выбираю STATS I2P – ресурс от американского разработчика ZZZ. Как видно, подключение удалось, и адрес helper был найден. Адрес helper – это ссылка, которая добавляет в адресную книгу нашего роутера информацию о настоящем адресе, к которому привязан короткий домен в зоне I2P. Теперь роутер сообщает нам об успешном добавлении адреса и предлагает перейти на запрашиваемую страницу. Такая процедура происходит только при первом обращении к незнакомому ранее адресу. Неожиданно мы видим сообщение о недоступности сайта. Ничего страшного. Роутер был запущен совсем недавно, и его рисунок сети крайне мал. Сообщение об ошибке в первые минуты активности роутера, тем более при медленном интернет-соединении, не гарантирует, что нужный нам сервер отключен, а означает лишь, что мы не смогли найти его входящий туннель. Однако помним, что рисунок сети автоматически расширяется, и один флотфил, который не смог сообщить нам данные для соединения с сервером, отдал нам три адреса других флотфилов из своей базы и так далее. Вся логика сети работает на то, чтобы анонимная конечная точка веб-сервера была найдена. Обновляем страницу. И... Да, видим, что сервер найден. Открылась страница с надписью «Добро пожаловать в невидимый интернет». На момент публикации видео осуществлен переход на регистратор REG-i2P в качестве основного. Этот ресурс создан и поддерживается командой Purple-i2P. Отказ от американского регистратора stats.i2p назревал долго, в первую очередь из-за цензуры, которая по своей сути противоречит философии проекта невидимого интернета. Также на stats.i2p практикуется спорная практика, если кто-то 10 лет назад зарегистрировал короткий домен в зоне .i2p и ни разу даже его не использовал, то есть на этом адресе не располагается какой-либо ресурс, вы все равно не можете зарегистрировать этот адрес, так как вся адресная книга stats.i2p хранится вечно. В планах REG-i2P решить эту проблему рациональным ротированием неактуальных, то есть неактивных адресов. Логика установки и использования i2pd на Debian принципиально схожа с рассмотренной установкой на Windows. Рассмотрим установку из стандартных репозиториев, установку последнего релиза из Git-репозитория, а также вкратце покажу компиляцию роутера из исходников. Я буду устанавливать i2p роутер на сервер, на настольных системах процесс ничем не отличается. i2pd имеется в стандартных репозиториях Debian и легко устанавливается в одну строку. Однако, как и всегда в таких случаях, в репозитории лежит далеко не свежая версия. В примере мы видим, что была установлена версия 2.23.0, когда актуальным релизом на момент съемки является версия 2.35.0. Чтобы поставить последнюю версию, перейдем на страницу релизов и скачаем пакет, подходящий для нашей системы. Затем установим его, тем самым обновив i2p роутер на сервере. Теперь видим, что используется актуальная версия. i2pd представляет из себя всего один бинарный файл, поэтому достаточно просто после каждого полезного изменения в коде его можно собирать из исходников. То есть использовать промежуточные актуальные версии, которые называются транками, не дожидаясь полноценных релизов. Обратите внимание, что этот способ не рекомендуется всем и требует некоторого уровня компетентности, а освещается как один из возможных вариантов для отпетных энтузиастов. Все, что потребуется для сборки — компилятор C++, библиотеки Boost и OpenSSL. Клонируем гид-репозиторий и собираем проект для бытового использования без дебага. Пока роутер собирается, вернемся к серверу. Запустим i2pd командой systemctl в старт i2pd и добавим в автозагрузкой командой systemctl enable. Роутер стоит на сервере с белым IP-адресом и хорошим аптаймом, поэтому включим на нем режим флутфила. Если вы не знаете, что такое флутфил, посмотрите первое видео про сеть i2p. По умолчанию конфигурационный файл находится в директории ETC i2pd. Подробнее параметры конфигурации рассмотрим позже, в том числе и в следующих видео. Сейчас сразу найдем и раскомментируем строку флутфил true. Так как по умолчанию веб-консоль управления роутером доступна на локальном адресе, а мы работаем с удаленным сервером, также изменим и эти параметры. Когда консоль доступна только локально, это одно дело. Но чтобы консоль сервера не открыл посторонний человек, активируем режим авторизации. Я не изменяю стандартное имя пользователя и пароль, но вы так не поступайте. Чтобы изменения вступили в силу, перезапускаем i2pd. Теперь открываем в браузере адрес сервера с портом 7070. Вводим логин и пароль. Работаем. При первом запуске роутера генерируется случайный порт, на котором будет работать роутер. В дальнейшем он сохраняется, но для надежности случайный порт может быть явно указан в конфиге. Для полноценной работы необходимо, чтобы рабочий порт роутера был открыт. Так как в примере на сервере я не настраивал firewall и все порты открыты, в консоли отображается корректный адрес. В противном случае, например, на домашнем роутере без белого IP, отображаются либо локальные интерфейсы, либо адрес над сервером вашего провайдера. При использовании IP tables открытие порта для протоколов TCP и UDP будет выглядеть, как сейчас вы видите на экране. В моем случае 20955 — это случайный номер порта, который был автоматически сгенерирован I2P роутером при первом запуске. Тем временем на хостовой машине завершилась компиляция I2PD. В директории появился бинарный файл — полноценный роутер свежайшей сборки. Можем проверить его, попросив вывести версию. Чтобы в дальнейшем держать роутер в актуальном состоянии, достаточно выполнить команду git pull, которая синхронизирует локальную папку с git-репозиторием и снова выполнить команду make. Существует еще вариант установки из репозитория, поддерживаемого участниками сообщества. Так как этот способ не сложнее уже показанных, вы можете ознакомиться с ним в официальной документации самостоятельно. По умолчанию I2PD на Debian используют три основные директории. В user.sbin лежит бинарный файл, то есть сам клиент сети. ETC I2PD, директория с файлами конфигурации и var.lib.i2pd — основное место, где хранятся ключи, база сети и адресная книга роутера. I2PD потребляет совсем немного системных ресурсов, и только в режиме флутфила могут быть приросты нагрузки. Однако даже на слабом сервере с одним ядром в районе 3000 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти пиковые нагрузки I2PD роутера на C++ не нагружают машину более чем наполовину. Сейчас вы видите демонстрационный сервер, который является флутфилом и принимает сотни и даже тысячи транзитных подключений. С момента запуска прошло три дня, средняя нагрузка на процессор меньше половины, а с оперативной памятью вовсе ничего не происходит. Самая распространенная и простая задача — вывести сайт в скрытую сеть. Для этого установим веб-сервер Nginx. По умолчанию сайт доступен со всех интерфейсов, в том числе с белого IP-адреса. Чтобы сделать ресурс исключительно скрытым, то есть видимым только в скрытой сети, откроем конфиг и вместо всех сетевых интерфейсов укажем локальный. Для примера поставлю порт 8080. Перезапускаем веб-сервер, чтобы изменения вступили в силу. Теперь веб-страница из интернета недоступна. Чтобы сайт стал доступен в сети I2P, необходимо создать серверный туннель. У I2PD два конфигурационных файла — основной и туннельный. Они лежат рядом в ETC I2PD. Открывая Tunnels.conf. Блок начинается с квадратных скобок, в которых указывается название туннеля. Тип HTTP — локальный порт и хост, на который будем принимать подключение скрытых абонентов. Инпорт — порт нашей конечной точки. Для обычных сайтов всегда используется порт номер 80. Кейс — важный параметр. Если указанных ключей нет, будут созданы случайные. Данная связка ключей определяет внутрисетевой адрес ресурса. Кзип — опциональный параметр сжатия трафика. Отключим его. Перезапускаем роутер, чтобы изменения вступили в силу. Теперь переходим в веб-консоль. Во вкладке I2P Tunnels видим название нашего серверного туннеля и его адрес. Попробуем открыть. Первая попытка оказалась неудачной. Наверное, новая конечная точка еще не опубликовала себя в достаточной степени, чтобы другой роутер смог быстро найти ее лиссет. Однако вторая попытка оказалась успешна. Мы открыли скрытый ресурс с I2P роутера, размещенного в другой стране. Рекомендуется делать резервные копии ключей, чтобы при надобности восстановить ресурс на прежнем внутрисетевом адресе. Короткие домены также привязываются к этим ключам, поэтому утеря ключей равняется потере домена. По умолчанию ключи лежат в директории var.lib.itupd. Одна из насущных нужд любого администратора – удаленное управление сервером. Организуем скрытый SSH-доступ к серверу. Необходимо создать серверный туннель, принимающий соединения. Для этого снова открываем Tunnels.conf и создаем новую секцию. Базовые настройки просты в понимании. Тип сервер. Туннель работает на прием TCP-соединений. Инпорт – номер порта, который будет слушать скрытый сервис. Хост и порт – локальный адрес, на который будет передано соединение. Кейс – файл с ключами подписи, которые образуют внутрисетевой адрес. Чтобы изменения вступили в силу, перезапускаем I2P роутер. Адрес новой конечной точки скрытой сети легко увидеть в веб-консоли I2PD. Теперь необходимо создать клиентский туннель на машине, с которой и будем подключаться. Открываем Tunnels.conf. Клиентский туннель также прост в настройке. С локального адреса он будет передавать соединение на указанный адрес и порт в сети I2P. Перезапускаем роутер. Немного подождав, подключаемся по SSH на локальный адрес. В конфиге туннеля был указан порт 42. Используем его для подключения. Сервер отозвался. Подтверждаем ключи и авторизовываемся. По умолчанию туннели имеют длину в три транзитных узла. Итого сейчас между мной и сервером шесть промежуточных компьютеров в каждую сторону. При слабом интернет-соединении такая конфигурация может быть несколько дискомфортна. Так как наша задача скрыть в первую очередь пользователя, а не сервер, украсим серверные туннели до одного транзитного узла, а пользовательские трогать не будем. Таким образом получится подключение через четыре транзитных узла, три клиентских и один серверный. Для этого на удаленной машине добавляем параметры длины входящих и исходящих туннелей равные единице. Перезапускаем I2PD. Переподключаемся. Теперь работает ощутимо быстрее. Обратите внимание, что предыдущее наше подключение через I2P идентифицируется как SSH-подключение с локального IP-адреса. Завершая тему SSH, продемонстрирую простую реализацию прокси. Прокинем порт на удаленный сервер, указав флаг «-D» и номер порта. Теперь указываем локальный адрес и только что назначенный порт в SOX 5 прокси браузера. Все работает. За несколько минут весьма просто была создана примитивная точка выхода в интернет через I2P. Аналогичным образом в скрытую сеть выводятся практически любые сервисы, в том числе мессенджеры вроде IRC и XMPP, также известного как Jabber. Для более тонкой настройки туннелей рекомендуется ознакомиться с документацией. Ее прочтение не займет даже часа. Надеюсь, полученная информация из этого видео будет использована в рамках здравого смысла и взаимоуважения. Даркнет — это не сугубо криминальное место, как принято думать, а платформа свободной коммуникации людей. Желаю успехов и прошу при возможности поддержать меня монетой. Все ссылки в описании. Субтитры создавал DimaTorzok